Вокзальная площадь ровно на час превратилась в агитационную площадку. Несколько десятков жителей грязи, в основном люди почтенного возраста, внимали речам депутатов Государственной Думы от фракции Всероссийской политической партии ЛДПР. Окупанты приходят на чужую землю, издеваются над народом, выкачивают все богатства из этой страны и сваливают за границу. Кому и когда на Руси станет жить, хорошо однозначного ответа у десанта сини-желтых нет. Но есть предложение, все свои чаяния, беды, надежды и пожелания выразить письменно. Жириновский обязательно в порядке их рассматривает. Ну уже когда он приносит обращение, приносит проект ответы, проект запроса, он все подписывает, выборочно письма он сам читает от корки до корки. Некоторые письма мы даже публикуем в наших газетах. Представители партии ЛДПР, принимая обращения от граждан, взамен дарили свои фирменные пакеты пенсионерам, продуктовые наборы, людям работающим, сувенирную продукцию. Среди сторонников партии были и те, кто давно в своих надеждах в силе ЛДПР разуверился. А я просила, чтобы внимания на наши чаяния обратили. Мы обратили внимание? Нет. Мы направили запросы. А зачем вам Королеву запрос на Королеву соцзащиту? Зачем? А куда мы там? Это федеральная программа, жилье 2011-2015. Вы должны были там у себя, строительство ЖКХ, тот же Жириновский с Путиным, вот так встречается. Можете спросить, а почему он внимания на выдержку переселения? А что вы мне запрос сделали? Я сама все знаю. На этот вопрос ответа нет, но может быть депутаты фракции ЛДПР решат другие, ведь, как известно, надежда умирает последней. Мы надеемся, что хотя бы эта партия нам поможет. ЛДПР хоть выносит свою программу на общедепутатские съезды или где-то на народные, а остальные не выносят и не выходят, им не нужно, они прячутся от народа. Нет, я не интересовалась ничего, а это мне дали вот листочек, я почитала и думаю, попытаюсь обратиться. Подвижной состав агитпоезда насчитывает 10 вагонов, 4 пассажирских, 2 багажных, вагонштаб, есть ресторан и даже душ. Так что по стране партийцы колесят с комфортом. Впереди еще Рязанская, Московская области, Поволжье и Татарстан. Елена Логинова, Анатолий Гончаров, Липецкое время.